Привет всем! Сегодня хочу сделать обзор на мои недавние приобретения. Для тех, кто хорошо ориентируется в продукции от Britney Spears, те сразу поймут, что это парфюмерия Britney Spears. Данный парфюм это довольно-таки старый выпуск и этот парфюм это совсем недавно вышедший. Начнем со старого. В кавычках старого парфюма. Это у нас Curious in Control. В предыдущем видео про парфюмы я говорила про Curious in Control. У меня была такая дорожная версия. Здесь же у нас полноценная версия. 100 мл. В общем, этот парфюм выходил ограниченным тиражом, поэтому достаточно трудно было мне его найти. так он выглядит. Вот, поэтому нашла 100 мл. Ну, как бы купила 100 для коллекции. И так у нас выглядит флакон. Значит, если сравнивать его с Curious, сейчас я вам покажу. Так, подождите. Вот, Curious у нас выглядели вот так вот. Ну, ну, конечно, Curious у меня 30 мл, этот 100. Ну, в принципе, бокальчики похожи. На Curious еще есть такая штучка. И, в принципе, видела на фотографиях, что в N-Control тоже должна висеть такая подвесочка. Ну, не знаю, может, это касается версий, которые до 100 мл. Любимая какая-то не такая версия. Ну, не знаю. Если знаете, то напишите. Я как-то сильно не вдавалась в эти подробности. Вот. также, если брать серию Curious, то выходили Curious Hot. Тоже такой же флакон, только розовый. Он не прозрачный, не такой блестящий, а простой такой розовый. Но у меня его нет, к сожалению. Тоже там ограниченная версия. Если будет, то обязательно вам его покажу. И здесь у нас продолжение линии Fantasy. это Island Fantasy. Но я здесь правильно произношу. Вот так у нас выглядит коробка. Это совершенно недавно выпущенный парфюм, так что вы его можете отыскать в магазинах. Честно говоря, всяких ритуалях, репошах я его не нашла. заказывал через интернет. Вот. Но в интернете вы его, думаю, найдете как бы без проблем. Это такой свежий запах. Честно говоря, я, когда его пробовала, почувствовала явно запах арбуза. Ну, не знаю, можно прочитать в интернете там, что он из себя представляет. Ну, в принципе, мне понравилось. Легкий такой, ненавязчивый запах. Если вы посмотрите предыдущее видео, то вы увидите всю линейку фэнтези. В принципе, все флаконы такого же вида, только разноцветные. Собственно, фэнтези, миднайт фэнтези, хиддн фэнтези и так далее и тому подобное. То есть, там есть такая линейка этих парфюмов. Вот. Ну, собственно говоря, это пока все приобретения парфюмерии на данный момент. Вот. Спасибо за просмотр. Если есть пожелания, предложения, то пишите. И пока-пока. до встречи. Пока. Продолжение следует...